сейчас мы находимся где-то в глубинах островных джунглей что мы здесь забыли мы приблизились к священному магическому месту именно здесь родился великий горилыч похоже местные жители до сих пор с трудом переносят отсутствие горилыча когда мы попросили у них несколько слов для интервью они лишь с грустью промолчали почему же их не покидает такая огромная печаль что же такого сделал горилыч горилыч обнаружил себе невероятные способности которые кардинально изменили его жизнь он мог увеличиваться в размере с помощью мысли он вообще мог превращаться во что угодно он мог создавать вокруг себя армию иллюзий играть на ударной установке играть в настольный теннис водить машину и использовать джедайскую силу да для нормального человека он бы просто показался монстром но для тех кто хоть немного знает доту он был больше похож на героя он научил обезьян суппортить они по кд ходить в лес и начал поднимать себе ммр поначалу проигранных каток было конечно же больше чем побед но упорство быстро приносило свой результат и горилыч вскоре стал топ-1 мадагаскара слухи про его нереальный скилл начали распространяться со скоростью света и горилыча начали звать на стримы и праки именитые команды такие как макакус про и егэ несмотря на возросший интеллект я не утратил свои инстинкты это помогало мне действовать агрессивно и быстро захватывает преимущество над соперником поначалу никто не верил что горилла может так играть в доту сами понимаете только вчера светки слез а сегодня уже на и сэфе в мид пошел но посмотрев всего одну игру было понятно что перед нами будущая звезда киберспорта горюч бог доты но прямо перед подписанием контракта с одной из крупных организаций с горилычем что-то произошло и он резко потерял интерес к игре игра начала приносить мне все меньше и меньше удовольствия но не теряла для меня актуальности я продолжал следить за просцены упорно тренироваться какой-то момент я решился на серьезный шаг он всегда видел в этой игре больше чем остальные например бананы вот я никогда не замечал в игре бананы а он заметил влияние гориллыча на сцену было настолько заметным что на это обратили внимание и разработчики игры разрабатывая патч дота реборн 2015 вальф не забыл отдать дань уважения гориллычу выпустив манки кинга который повторял способности гориллыча но разумеется не все из всех горилл на земле только я один получил разум и что и не сделал ничего что привело бы прорыв не предложил ничего нового не для людей не для своих собратьев не просто играл в доту и несмотря на все это гориллыч ничего не мог с собой поделать он четко осознавал что дота навсегда попала в его сердце а гориллыч навсегда сейчас да а гориллыч навсегда попал в наши сердца а 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